Всем здравствуйте! А вы, девочки, только полдня уже прошло, только камеру в руки взяла, вернулась домой. Ходила, проведала дядю своего, мама приезжала, тётя приезжала. Помянули, сегодня моей тёте два года. Встреча была с родственниками. Свет выключили, утром выключали свет, и вот сейчас снова выключили свет. Встретилась зрительницу сегодня свою, ходила овощи, маме покупала. И женщина такая стоит, здравствуйте, ваша зрительница. Лариса, вам огромный привет! Очень приятно, что вы подошли и со мной познакомились. А то некоторые иногда стесняются. Спасибо вам огромное за комплименты, которые вы мне сделали. Спасибо, очень было приятно. Говорит, с первого дня, говорю, смотрю вас. Вы тоже хорошо выглядите, красивые бровки у вас такие. Макияжик, хорошо, даже под очками всё было видно. Глазки, красивые реснички. Вот, так что, очень приятно. Только выключили, да, Жень, свет? В три? Ну, и пирожок только что съела. Повинальный пирожочек с абрикоской, вкусный очень. Надо вот это поперекладывать сюда в вазочку. Вот, провела. Вызвала им такси. Я знаю, что на такси приехал твой знакомый. Я вызвала такси. Сейчас я расскажу. Алмаз когда-то подвозил, ты его знаешь. Ну, цвет машины такой. Синий. Пошли, Микуська, пошли на уличку погуляешь. Она уже с Софикой привыкла гулять, да? Она привыкла гулять, привыкла, радая такая, да? Пойдёшь, сходишь. А я потом тебе водичкой посливаю на лапки. Что, Софик, собираешься? Бабушка говорит, ох, у вас и шумно тут. Я говорю, с двух сторон генераторы. Там, там всё везде в генераторах. Пошли, Микки, пойдём. Пойдём, Микуська, пойдём. Давай, пойдём, пойдём, пойдём. Погуляем, пойдём, пойдём. Пойдём на уличку, пойдём. Сейчас Софик тебя заберёт. Давай, идти, девочки. Мам, ты встала, она закрой дверь. А, ты думаешь, что и я иду с тобой? Мам, закрой дверь. Нет, иди, иди, иди. Закривай, она сейчас в стороне пойдёт. Тё, скажу, мам, ты что, не идёшь? Мам, она закрой дверь, она не видит, что тебя нет. Пошли. Микуська хочет, чтобы я с ней пошла. Ну, пусть Софикой гуляет. Ох, тарахтит всё. Громко так. Громко-прегромко. Так, ребятки. Что у меня сегодня есть? Ничего не готовлю. Еда есть у нас. Ничего такого не делаем. Ничего не делаем. Ничего вам интересного не могу рассказать и показать. Сейчас София выгуляет Микки. И я попросила... Она квас покупала. На разлив продают квас там. Она сказала, такой вкусный. Я говорю, ну купи. Она говорит, мам, ну далеко как? Оно недалеко, но, говорит, со стаканчиком полным идти. Говорит, не очень удобно. Я говорю, давайте я бы дам бутылку полтора литровую. Говорит, ты сходишь, купишь квас. Она говорит, ну ладно, попробуем. Сказала, такой вкусный. Да самим дома делать квас. У меня знакомую встретила. Наталка, привет тебе. Покупала квас вот это в пачках. Я говорю, ну даже закваску сделать. А как сделать закваску, девочки? Хлебушка черного насушить. Залить, наверное, чем-то там, да, дрожжи добавить, чтобы оно побродило. Я вот не знаю, как вот сделать закваску. Чтобы потом делать все время квас. Выгуляла с Софикой. Куська уже пришла, она помылась лежать на диванчике. И этот. Девочки, давайте вы мне напишите. Вы мне когда-то давали... Я же что-то делала, скриншоты, уже не помню, чем в том телефоне, в чем это мне поискало, что я не нашла. И под каким это видео я не могу вообще вспомнить. Про квас. Вот кто-то мне написал, если вам не тяжело, напишите, пожалуйста, еще раз. Кто-то писал квас. Как-то вы делаете... Вот я помню, с изюмом кто-то писал. Вы советовали. Вот Наташа, сделай вот так с изюмом. Очень вкусно. Вот как его делать? Вот я не помню. Я тогда не сделала. И все. Я не могу вспомнить, в каком это видео было, девочки. Я не найду. Напишите, пожалуйста, если вам не тяжело. Вот кто-то говорил, черный хлеб, изюм. А как его делать? Кто-то и с медом говорил. Не без меда, девочки. Давайте без меда. Вместо меда будет сахар. Вот сахар добавлять. И как вот это все начать делать, чтобы потом добавлять, я не знаю. Вот про изюм я помню. Кто-то говорил. Напишите. Будем делать квас, раз жара такая. Стоит. Жара, прям жара. Сегодня у нас жарко. Сегодня у нас что? Понедельник. Понедельник. 16.41. Насколько же свет включат. Это у нас уже второй раз выключает. Еще вечером должны выключить. Я пирожочки поела, помянула. С абрикоской. И один жареный пирожочек. Конфетки не делала. В общем, у кого вкусные рецепты, пишите. А в комментариях и девочки тоже почитают. Может кому-то тоже понравится такой рецепт. Так что вы пишите, а мы будем читать и готовить. Сейчас Софийка принесет хваленый вкусный квас. Мы покупали как-то с Женей квас. Тут у нас такой Мир Пиво называется. Магазин Мир Пиво, да. Только там пиво не продают. Раньше продавали, все же запрещено. Ничего не продают. И мы там купили квас. Ну, он так как-то... В общем, мне не очень понравился. Я очень люблю квас Тарас. Билый квас Тарас. Вот. Мне нравится. Вкусный. Вот вкус мне его нравится. Очень и София тоже любит квас Тарас. Раньше мы делали квас из овса. Овес. Как-то там настаивали. Он булькал у нас с сахарочком тоже. Квас с овса делали. Помнишь, Жень, квас с овса? Овсяный, да? Овсяный, да, помню. Угу. Тоже такой вкусный был. А бабушка с дедушкой обычно делали квас. Тоже в банках вот это. Что же хлебушек там чешу, там добавляли. Кислый был такой, кислый квас. Квасочек можно было в сахарку побольше добавить. Тогда он был вкусненький. А мне София, знаете, что сегодня просила? Она говорит, мама, приготовь лазанью. Я говорю, София, котлеты доешьте, потом будет вам лазанья. Да, да, есть это, потом готовить что-то другое. А оно жарко, знаете, не особая охота есть. Утром позавтракала, все, неохота. Вот сейчас съела я два пирожка, уже все, есть не хочется. Женя крошку там доедал. Не знаю, доел ее, че не доел. Мне уже неохота ее. Окрошечку, лазанью. У меня есть вот эти вот макароны. Ну, вот эти пластинки. Такой, не знаю, хватит там на две. Ну, имею ввиду на два слоя. Да, посмотреть. Ну, по-моему, делила на два раза. На это должно хватить. Приготовить. Лазанью. Давай, принесла София класс. Ой, темный такой. Ну, что-то газа нету. И какой-то он такой обычный, не холодный. Пенка какая-то должна быть быть. Резкости не хватает. Газа побольше чуть-чуть, да? Да, чуть-чуть не хватает резкости. А так неплохо. Да, ничего тут не пойдет. Хочется такой парище, да? Да. Хочется за три копейки с бочки. Помните класс? Да? Да, с такая часов. И он не был такой темный. Он был такой оранжевого цвета. А что прям оранжевого? То есть, расскажешь. Ты у кого оранжевого? Ну, такой он был коричневато-оранжевый какой-то. Янтарный цвет. Да, янтарный. Правильно ты сказал. Правильно. А этот такой, не сильно холодный, да? Не хватает колючек. Колючки. Голубочка сидит, гордится. Кстати, два яйца. Я видела одно, а Женя, говорит, крутил, зря, два яйца. Пишите, девочки, все. Жду ваши комментарии. Пишите, будем квасик делать. Еще раз только, что попела квас. Сладковатый такой, но резкости мало. Вроде бы вкусный, но так. Ну, дороговато. Пол-литра, 25 гривен. Вот эта бутылка, получается, 75 гривен. Дороговато. Все, пишите. Сейчас буду читать ваши комментарии. Всем до завтра.